Это село находится буквально в нескольких десятках метров от границы. Ребятам, которые сейчас защищают нашу родину, порой необходимы самые простые вещи. Тепло, забота, домашняя еда. Неравнодушные жительницы организовали здесь пункт горячего питания, в котором бойцов принимают практически круглосуточно. Жизнь здесь полностью изменилась с начала марта. Ольга одна из тех, кто посчитала своим долгом сделать всё, что в её силах, чтобы помочь бойцам. Говорит, хотелось по-матерински поддержать. Накормить перед дорогой. Сначала горячее питание подвозили на машине. Раздавали кашу, суп, домашние пирожки. Потом поставили на улице несколько столиков. Стало понятно, что этого недостаточно. Тогда нашли помещение, где можно было готовить. Своими силами оборудовали обеденную и зону для отдыха. Минимальные места для того, чтобы ребята могли просто лечь, даже заснуть. Иногда, когда приезжаю сюда, заскакиваю, бывало громкий голос обычно. Девчата смеются тихонько, Александровна. Наши мальчики спят. Спали здесь же. Покушав, отправлялись выполнять свой долг. Мы оставались ждать этих ребят. Часть ребят просто не вернулась. А потому помочь пытаются прямо здесь и сейчас. Пока есть возможность. Пенсионеры, например, готовят дома. Как вкусно пахнет. В 8 утра Валентина уже сварила 30-литровую кастрюлю борща. Позже такое же количество гуляша. Не мешают и временные трудности. Пока не заживет перелом ноги, приходится передвигаться на коляске. Ну а что я должна лежать, если я могу помочь? Там дети есть хотят. У меня тоже дети. 5. Ребят много идет. Ну мы успеваем. Я же не одна готова. Еще девчата вот рядом в дом. И там еще учительница Зина Васильевна готовит. Всю еду передают в пункт горячего питания. Это место стало для солдат, которые отправляются на боевые задачи, напоминанием о родном доме, где хотя бы на несколько минут можно ощутить заботу женских рук. Здесь их встречают как родных. Так, ребят, салатик. Готовить начинают с 4 утра, чтобы уже к 5 был горячий суп. Борщ, гречка, рис, картошка, котлеты. Блюда простые, но приготовленные как дома. Вкусные. Вместе с Ольгой здесь трудятся еще несколько человек. Работающие приходят вечером, чтобы сменить тех, кто на ногах с самого утра. Абсолютно все бескорыстно. Потому что так велит сердце. По ту сторону границы у многих остались родственники, среди которых есть и силовики ВСУ. Сегодня эти женщины, пряча тревогу, окружают заботой российских солдат, которые, возможно, уже завтра встретятся на поле боя с их родственниками. Вера долгое время работала медицинской сестрой. Говорит, привыкла быть рядом с теми, кому нужна помощь. А потому и сейчас, когда на ее глазах ребята уходят на спецоперацию, старается поддержать, чем может. У меня дома сколько их ночует. И сегодня ночью шесть человек ночевала. Мы и моем по домам их, и стираем им, когда есть у них возможность здесь остаться. Хотим участвовать тоже, чтобы им легче немножко было. Ну, герои они, не мы. Сюда же для солдат волонтеры привозят все самое необходимое. Минимальные наборы белья, предметы гигиены, средства для полевых условий. Это газовые баллончики, одноразовые вот такие. На них цепляется насадка, и солдат может подогреть еду в любых словах. В пункт стекаются и десятки посланий. Из самых разных уголков страны их шлют дети, для которых российские солдаты уже герои. Попадаются и письма от матерей, которые, отправив их в этот населенный пункт, надеются, что из рук в руки заветные конверты дойдут и до их сыновей. Таких писем и с Воронежа, и с Россоши, и с Орла, и с Курска, и с Якутии даже каким-то образом вот здесь были. Иконки предлагают, они говорят, нам еще детских писем с собой надо. Вера говорит, что со многими солдатами знакомство продолжается и дальше. Переписываются в социальных сетях, а провожая в путь, обязательно благословляет. Спасибо большое, очень вкусно все. На здоровье. Возвращайтесь, ребята. Да. Наша задача только вот улыбнуться, дать ребятам уверенность в себе еще раз, почувствовать в том, что здесь их ждут. К добровольческой инициативе подключились практически все. Как поясняет глава местной администрации, до 2014 года с жителями приграничной территории соседнего государства частенько общались, ходили в гости, ребятишки играли вместе. После Майдана между селами выросла безмолвная стена, а сейчас она превратилась в немое противостояние. А потому каждый, кто решил остаться на этой территории после начала спецоперации, сохраняет бдительность и днем, и ночью. Селяне помогают и добровольным народным дружинам, сообщают, если на территории появляются посторонние. Такой подход к тому месту, где мы находимся, что нельзя сейчас быть такими неучастливыми, просто созерцателями, скажем так. Это у нас очень давно. Одно из знаковых мест села – братская могила воинов-освободителей. Здесь всегда поддерживают порядок, потому что память о героях той войны живет. И каждый считает своим долгом поддержать героев уже нашего времени. В день здесь проходит около тысячи солдат. Местные называют это дорогой жизни, потому что верят, что этим же путем они вернутся домой живыми. Наталья Титова, Александр Поддубный. Такой день на Мире Белогорья.